Со следующего года в Нижневартовске и Нижневартовском районе получить услугу социального обслуживания на дому можно будет по специальному сертификату. Как и в случае с сертификатами на доп. образование, речь идет о неком индивидуальном электронном номере или счете в специальной программе. На него будут зачисляться деньги, а после списываться на счет поставщика услуги, при условии, что поставщик состоит в окружном реестре. Ожидается, что такой подход сделает более эффективным расходование бюджетных средств и упростит работу поставщикам социальных услуг. В настоящее время разрабатывается необходимая нормативно-правовая база и идет наладка программного обеспечения. Помимо Югры в этот пилотный проект вошли еще 16 регионов. Планируется, что участниками проекта в нашем округе станут около 400 югорчан. 120 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре в минувшие сутки. 21 человек заболел в Сургуте, в Советском районе 15, в Нижневартовске 14, в Ханты-Мансийске и Югорске по 12 заболевших. Новые случаи заражения зарегистрировали еще в 14 муниципалитетах. На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония. Коэффициент распространения инфекции на 0,27 выше единицы. По информации медиков, 82 пациента в тяжелом состоянии, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 809 человек. За сутки вылечились 104 человека. Средний показатель вакцинации в городах Югры – 42%. Данные на своей странице в Инстаграм опубликовал директор Депздрава Югры Алексей Добровольский. Лидер – Ханты-Мансийский район. Там привиты 88% населения от плановых показателей. Также отличились Белоярский, Октябрьский и Кандинский районы. Здесь прививки сделали более 65% населения. В аутсайдерах – Нягань, Когалым, Нефтьюганск и Нефтьюганский район. В этих муниципалитетах привито менее 35% жителей. Алексей Добровольский опубликовал и формулу победы над ковидом. 755 755 привитых югорчан плюс переболевшие ковидом дети – получится более 90% жителей. Где 755 тысяч – это 60% взрослого населения югорчан. Именно такое количество прививок позволяет не допустить эпидемию в округе. Кубок губернатора по гребле на обласах отменили из-за ухудшения эпид-обстановки в регионе. Напомню, массовые соревнования в рамках праздника Витхон-Хаттл должны были пройти со 2 по 5 июля в акватории реки Юган Нефтьюганского района. Такие меры необходимы для минимизации риска заражения коронавирусом и сохранения здоровья спортсменов, гостей и участников соревнований. Отмечу, эти состязания на открытой воде проводились ежегодно с 2001 года. Исключением стал прошлый 2020 год в связи с пандемией. Нынешний кубок должен был стать юбилейным – 20-м. За прошлую неделю в Югре потушили 12 лесных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано 147 лесных пожаров. Чаще всего причиной возгорания были грозовые разряды и человеческий фактор. Пожары возникли в результате несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах. По информации Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, на данный момент на территории округа действующих лесных пожаров нет. В ближайшие дни на территории округа прогнозируют с 1 по 3 класс пожарной опасности. Синоптики прогнозируют жаркую погоду. Сегодня местами по округу до плюс 34 градусов, завтра плюс 32-37. Наталья Комарова опубликовала в Инстаграм анонс онлайн-встречи, который состоится 2 июля в 2 часа дня и будет транслироваться во всех официальных аккаунтах губернатора. В прямом эфире Наталья Владимировна совместно с югорчанами будет проверять исполнение поручений по итогам предыдущих встреч. Глава региона предлагает всем желающим присоединиться к оценке работы органов местного самоуправления и отраслевых департаментов. Депутаты Сургута предложили дать скверу в районе строитель имя скоропостижно скончавшегося заместителя главы города Сергея Полукеева. Как пишет Югра-Ньюс, именно Сергею Полукееву сквер обязан своим появлением. До 2012 года на его месте располагался рынок. Сергей Полукеев, служивший в те годы в должности директора департамента имущественных и земельных отношений, стал инициатором и главным исполнителем сноса устаревшего по формату объекта торговли. Причем сделать это было очень непросто. Противостояние владельцев павильонов, идущих под снос, было колоссальным. Напомню, Сергей Полукеев вернулся на работу в администрацию Сургута в мае по приглашению главы города Андрея Филатова на должность заместителя по вопросам городского хозяйства. Умер 17 июня в результате тяжелого генетического заболевания. Второй этап борьбы с клещами начался в Ханты-Мансийске. От клещей обрабатывают спортивные детские площадки, территории, прилегающие к детским садам, школам, учреждениям здравоохранения и социальной защиты, административным зданиям, парки, скверы, места отдыха, а также кладбища и территории природного парка Самаровский Чугас. Как сообщает Ханты-Мансийск онлайн, помимо корицидной специалисты проводят обработку водоемов от личинок, москитов и кровососущих насекомых. Препараты, применяемые при обработке, выступают дезинфекторами, устраняя не только насекомых, но и опасные вирусы и микроорганизмы. Уже обработано 15 водоемов. Не останутся без внимания и территории многоквартирных домов, их обработают от грызунов. Наталья Комарова предложила создать на площадке Всероссийского совета местного самоуправления реестр практик в сфере межмуниципального сотрудничества, чтобы в дальнейшем тиражировать в регионах России. Глава региона отметила, что в настоящее время наиболее активно используются такие формы межмуниципального сотрудничества, как деятельность советов, реализация соглашений. В Югре есть примеры межмуниципального сотрудничества, которые не теряют актуальности на протяжении многих лет. Например, создание благоприятной среды для туристов с ограниченными возможностями в Контавансийске. А инициатива Югорска и Советского района по созданию единой дежурно-диспетчерской службы позволила муниципалитетам оптимизировать расходы и повысить эффективность использования бюджетных средств, кадровых, имущественных ресурсов. Предлагаю рассмотреть возможность создания на площадке Всероссийского совета местного самоуправления единого реестра практик в сфере межмуниципального сотрудничества для их последующего тиражирования в регионах России. Вот даже не лучших, а практик. И каждый, исходя из особенностей и возможностей муниципалитета, интересов в целом для региона, страны, определится, что для них является путем к успеху. Мост через реку Крестьянка на дороге Нягонь-Приобье в Октябрьском районе ремонтируют впервые за 20 лет. Несущие элементы моста имеют трещины и сколы. Дорожное покрытие требует замены. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь заменят часть сводчатых балок пролетных строений, усилят промежуточные береговые опоры, восстановят гидроизоляцию моста, смонтируют новое металлическое барьерное и перильное ограждение, уложат новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах. Стоимость работ по контракту составит около 88,5 миллионов рублей. Средства выделят из регионального бюджета. На время проведения ремонтных работ на одной половине моста организовано реверсивное движение. Судебные приставы разыскали водителя с коллекцией из 1077 неоплаченных штрафов ГИБДД. Житель Хантывансийска накопил задолженность по административным штрафам на сумму более 900 тысяч рублей. Он долго избегал встречи с судебными приставами. В результате его объявили в розыск. Оказалось, что живет он теперь в Москве. Чаще всего его оштрафовали за превышение скорости. Его Audi Q3 арестовали, машину продадут, а вырученные средства направят на погашение задолженности.